Хорошие новости, грибы я нашёл, это так и называется, гриб с тёмной шляпкой, здесь есть обычные грибы, следовательно, где-то здесь должен быть этот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я нашёл Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Рома И добро пожаловать в кровавую историю Фри В предыдущей серии мы заметили то, что наш карьер выкопал абсолютно все блоки А это более 350 тысяч кубов, представьте себе Как вы уже сами успели заметить, я поменял место расположения этого самого карьера И на этот раз он начал с нуля И на этот раз, кстати говоря, здесь намного больше территория И он выкопает примерно 600, может быть даже 700 тысяч блоков Никаких проводов, потому что в этот раз я научился всё ставить компактно И здесь всего лишь один сундук-край, который сразу всё передаёт в систему, ура! Единственная проблема, и она перед вами У меня недостаточно энергии, чтобы карьер нормально работал Поэтому мне придётся создать новый лавовый генератор Я, конечно же, это сделаю, но у меня есть другая хорошая новость Оу-ля-ля, вы видите это всё в моих руках Целых два стака вибрирующего сплава и целый стак пульсирующего железа Это то, что мне поможет сделать целых полстака внимания фотовольтовых ячеек Помните такую хреновину, да? И прямо сейчас что мы делаем? Мы вот этот один стак вибрирующего сплава переделываем в осколки И после... Ого, сколько их много! И после этого соединяем с изумрудами Которых пока что у меня нету, ё-моё Поэтому придётся идти копать Или подождите, подождите, может быть у меня на базе есть? Ох ты ж, ё-моё, ребятушки Я поторопился с этими осколками И у меня нету изумрудов! Ё-ё-ё-ё-ё-ё-моё! Подождите, может быть здесь есть в системе? Пожалуйста! Ёк, макарёк, изумрудов здесь просто нету! Ну это на самом деле обидно, следовательно Прямо сейчас мне придётся идти копать! Целый стак! Нихрена себе! А, нет, подождите, не стак! Пока точно не знаю в какой шахте всё это буду копать Но точно биом экстрим хиллс! Это обязательно! Потому что иначе изумруды просто не будут спавниться И так, я уже на 45-й высоте, замечательно! Сейчас всё найдём! Перед вами две руды изумруда! Я надеюсь, что сейчас выпадет как минимум 20 штуковин! Конечно, это очень жирно с моей стороны Но мне нужно набрать целый стак! Итак, давайте первый выкапываем Аааа, что серьёзно? Одна штука! Бррррр, это жесть какая-то! Ладно, а сколько выпадет с тебя? И выпадает 7 штук! Это всё равно мало! Ё-моё, мне нужно ещё 60 штук! Охренеть! Оу, ещё нашёл! Ну давайте попробуем, сколько выпадет! Нормально, нормально! Уже 8 штук! но всё же продолжаем поиски, потому что надо, да, надо. Спасибо большое за ожидание, и в итоге вибрирующие кристаллы готовы. Ровно 64 штуки, прямо сейчас всё, что мне осталось сделать, это... Я не помню, что там надо сделать, поэтому надо посмотреть. Окей, ровно стак освещенного расплавленного кварца. Ну, делается он довольно-таки просто, а вот это что такое? Датчик гневного света, который делается тоже из кварца, и получается стекла и любой плиты деревянной, без проблем. А, ну да, хорошие новости, у меня кварц закончился, как я обожаю такие новости. Придётся идти копать. Как обычно, мега-супер-пупер незамысловатым образом мы копаем, копаем и ещё раз копаем. Накопал я уже целых три стака кварца, и, конечно же, накопаю ещё больше. Ииии, а теперь просто ждём, как мы это любим, да, обожаю ждать. Ну да, короче говоря, ждём, раз, два, три. Я просто в шоке, ребята, мы сделали это. Пол стака продвинутых фотовольтовых ячеек. Мы же прямо сейчас сделаем себе настолько много энергии, что пипец. Эээ, здравствуйте, мистер карьер. Всё ли у вас нормально, всё ли у вас хорошо? А вы не против, если я к вам подцеплю прямо сейчас целых 32 ячейки, а? Для начала пришлось убрать отсюда лавый генератор, то есть сверху. И, как видите, теперь здесь более-менее пусто. И знаете что? Здесь раньше стояло улучшение. Вы, наверное, спросите, а где оно сейчас? Всё максимально просто. Оно снизу. И если мне понадобится что-то ещё сюда подключить, я, честное слово, не знаю как, потому что места просто больше нет. Смотрим и запоминаем. Мы видим то, что наш карьер не копит никаких излишков и абсолютно всю энергию сразу отдаёт в копку. Нам нужно сделать так, чтобы излишки появлялись, поэтому пока что поставим, наверное, штучек 10 и проверим. Окей. Я бы не сказал то, что это большой эффект придало, потому что вообще никакого эффекта я пока что не заметил. Попробуем ещё немножечко. Давайте, так и быть, абсолютно всё поставим и потом проверим, получится что-то или нет. Если вам вдруг интересно, отдаёт ли вот эта ячейка всю энергию туда, то да, отдаёт. Не парьтесь, это всё работает связано. Ура! Никакого эффекта это не придало. Серьёзно, вообще ничего. То есть никаких излишков не копится. И самое главное, блоки, по-моему, как копались с такой скоростью, так и остались копаться с такой же скоростью. Чего? Нет, это никакой не баг. Энергия действительно передаётся сюда, потому что здесь она просто не хранится. Следовательно, этого мало. НИ ПИ ПУСИ ПИ. Так-то я в шоке. Ну, 32 ячейки. Я думал то, что вау, это очень много. Сейчас вообще закачаемся. И оказалось то, что это нихрена. Тогда я все эти ячейки потрачу на что-то более стоящее. Ну, например, на какой-нибудь электроспаунер. Это намного важнее. Поставил примерно половину таких ячейок. И давайте посмотрим, насколько вырос прогресс. А прогресс у нас стал... Ну, смотрите, да, действительно, намного быстрее пошёл. То есть, да, ячейки лучше ставить на вот эти вот электрические спавнеры, потому что сразу видно эффект. Так, вот у нас упали скелеты. И сейчас нужно чисто засечь время, чтобы понять... Офигеть! То есть, серьёзно, прошло примерно 2-3 секунды, и сразу же появляются новые скелеты. И так, один, два, три... Да ладно! Раньше, к вашему сведению, нужно было ждать примерно 10 секунд, а сейчас всего лишь 2 или 3. А, пупец! Вот это да! Вот это круто! И ведь у меня ещё осталось 18 ячейок! Ой, на что бы это всё потратить? Даже не знаю, даже не знаю, даже не знаю, на что бы потратить ячейки. Господи, кто-нибудь подскажите мне! Чисто ради красоты, наверное, вот здесь вот немножечко поставлю, и вот всё. Больше я сюда, наверное, ничего ставить не буду, просто потому что здесь и так много энергии. И идём дальше. 13 штук осталось. Куда бы потратить? Ё-моё, зачем я так много создал? Внимание, внимание! Сегодня у меня для вас есть ещё хорошие новости. Дело в том, что прямо сейчас мы отправимся в мир Эрип и убьём третьего, посреднего, финального, называйте как хотите, босса. И это гриб переросток. Конечно же, как только я сюда телепортировался, сразу мне нужно дать какое-то событие. Спасибо, спасибо большое! Просто обожаю вас. Короче говоря, да, гриб переросток, который растёт, ну, из грибов. Другими словами, мне просто нужно найти грибной биом, который, да, в этом мире есть, в этом измерении он присутствует. Следовательно, мы сейчас будем просто летать и искать какую-нибудь полоску жизни босса. Это всё, что мне надо. Оу, ля-ля, я нашёл босса, но не того, которого мне надо. Самка, паука, птица еда. Ну что, убьём или пропустим? Давайте так и быть убьём, потому что, в принципе, вещи там неплохие. Например, бесконечная шерсть, по сути. Как раз затестим наш супер-пупер-молот новый. Давай, иди сюда! Подождите, точно, её же с помощью лука надо бить, которого, конечно же, у меня сейчас нет. Беру свои слова обратно. Лук у меня всё же есть, но нету стрел. То есть, вот, видите, лук, сила, бесконечность, бла-бла-бла, но нужна всего лишь одна стрела, чтобы я смог стрел... Стоп, стоп, эээ, что? С каких и топор не нужна ни одна стрела, чтобы стрелять из лука на бесконечность? А сколько я помню, нужна всё-таки хоть какая-то. Ну ладно. Таким вот, как обычно, незамысловатым образом мы убиваем... Эээ, что? Трампулайн был убит оса? Это ещё кто такой? Ребята, я реально не понимаю, что это написано. Какого-то чувака, заметьте, типа какого-то игрока убила оса. Подождите, что? Но я один на сервере, здесь точно больше никого не может быть. Эээ, ладно, я продолжу убивать тебя. Опачки, кнопочки, щит снялся. И теперь вот так вот просто добиваем. Три, два, один, ноль, ееееееее! Ой, как ты мучаешься, да, 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 давай мучайся, мучайся. И вот твоих приспешников я тоже убью. Пошли в жопу. Пипец, как же много опыта выпало. Подождите, подождите, подождите. Я только что там что-то заметил. Какой-то непонятный блок, который я никогда не замечал. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, какая еще нахрен ачивка? О, ложка заработала достижение, ох, да ладно? Я серьезно, я, по-моему, так и сказал. Трофей паука птицы Еда, эээ, да ладно? Что-то реально какая-то странная хреновина, потому что я кликаю по всему, что не движется. И ничего не происходит, какого черта? Правая кнопка мыши не работает? Тогда попробуем левую кнопку мыши на каком-нибудь существе. Здравствуйте, зоотавр, как у вас дела, все ли нормально? Ну-ка, ну-ка, м-да, снова ничего не происходит Ребята, я понял, это броня, нихрена себе Вы посмотрите, как она с моим кулоном сочетается И самое главное, с крыльями, вааа Я такой прям человек-паук, ну-ка, че я могу? Че, че я могу? Я могу лазить по стенам или типа того? Нет? Нет, нет, и еще раз нет Я ничего не могу с помощью этой брони Но я уверен, что что-то да у меня получится Но, блин, как это узнать? Фух, ладно, я эту броню пока что снял Мы продолжаем поиски нашего гриба-переростка И я надеюсь, что я его найду как можно быстрее Да, грибочек, появляйся, черт подери Хорошие новости, грибы я нашел Это так и называется, гриб с темной шляпкой Здесь есть обычные грибы, следовательно, где-то здесь должен быть этот Я нашёл. Ребята, я нашёл. Судя по тому, как мне показывает курсор, он находится где-то с той стороны, и сейчас я туда... А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он! Здравствуй! Представьте, ребята! Он любой блок, который у меня прямо сейчас находится в инвентаре, просто берёт и забирает! Ё-моё! Отдай, отдай мой молот, отвари на! А как я с ним должен драться, если я ему никак не могу нанести урон? Я чё, его рукой, что ли, должен бить? Ничего себе! Какой-то довольно-таки странный босс, потому что... Ой, опять что-то забирает. Короче говоря, это довольно странный босс, потому что он ни в каком даже не находится, и он, подождите, он меня сейчас пробивает, чего? О, а давайте ради прикола сейчас наденем наш трофей паука-птицы Еда и проверим, что же будет, если он меня будет бить. Ничего не будет, понятно. Прям мега странный босс. Я бы даже сказал, не странный, это самый лёгкий босс, который встречается здесь. Может быть, это мини-босс всё-таки? Окей, с него выпал грибной покров и больше ничего. Ну, логично, это был лёгкий босс, следовательно, ничего крутого, мне не надо было ждать. И с помощью него можно сделать шлем из кашицы, окей. И далее я могу сделать всего лишь 8 кожи. Это всё, что я могу сделать с помощью этого босса. Подождите, вы сейчас серьёзно? Это всё? Здравствуй, босяра! О, смотрите, а он на этот раз спавнит какое-то непонятное существо, панчрум. Ух ты. Ну, ладно, я думал, что кроме как бить и забирать вещи, он больше ничего не умеет. Кстати, он меня забрал вещи. А, дай мой молотар, тварь, ты же меня сейчас убьёшь! Пипец, реально, у меня осталось всего лишь 2,5 сердечка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, беру свои слова обратно, это не такой ещё тупой босяра. Проверим, может быть, с него всё-таки что-то ещё поинтереснее падает. И опять выпали эти хреновины, благодаря которым я могу сделать, не помню, какую-то шляпку или типа такого. Шлем из кашицы, точно. Прочность всего лишь 40, и я думаю, что это чисто ради декораций. Я бы, конечно, создал и я создам. Иди ко мне, моя любимая тыковка. О, да, у меня ровно 5 штуковин, которые мне понадобятся, и ровно одна тыква. Мы получаем шлем из кашицы, мы его надеваем, я так понимаю, и о, господи, какой же я брутальный! Боже мой! Знаете, это такое чувство, что меня бабушка одевала, или мама. Вот серьёзно, меня примерно так в детстве одевали, и... Господи... Сынок, будешь самым модным на райончике. Вот тебе голубые очки, красный костюмчик и чёрные штанишки. Идеально. Интересно, вот прошла всего лишь одна серия. Сколько блоков этот карьер уже накопал? Ну-ка, 36 570 блоков. Так-то неплохо. И вот пока я говорил эту фразу, он накопал ещё 30 блоков. А, пупец. А, подождите. Или 130. Или 30. Судя по скорости, всё-таки 30. И знаете, мне нравится этот результат. Это если учитывать то, что всего лишь один генератор, а ведь можно поставить второй. Блин, почему бы мне не заняться этим прям сейчас? Да потому, что у меня есть более крутая другая новость! Ребята, помните вот этот кристалл? Короче говоря, смотрите, у меня эссенции воздуха появились. Вот они, они сделали! О, да! Я могу сделать себе воздушное элементальное топливо! И у меня есть ещё хорошая новость. Я в начале серии, точнее до серии, нашёл вот эти две эссенции воздуха. Это необычные эссенции воздуха, которые сейчас я вам только что показывал. Это суперраритетные эссенции воздуха, благодаря которым из 4 штук можно сделать 16 топлива. И это просто бум! Как заставить работать извлекатель эссенции заново? Ну, как вы уже поняли, мега просто. Мы ломаем его и заново ставим. Потом подключаем туда вот эту вот хреновину. Подождите, где она? Короче, кристалл привязки. И вот-вот, видите, он заново начал работать! Да, он снова начал выпытывать из вот этого кристалла немножечко, я так понимаю, воздуха, немножечко воды, потому что именно это он добывает с него. И так, иди отсюда в жопу. И типа тара-та-там-та-там! Воздушное элементальное топливо готово! Прямо сейчас у меня его 3 штуки. Мне нужно, как вы, наверное, помните, минимум 4. И сейчас мы просто ждём, пока эссенции ещё накопятся. Но, по-моему, это долго. Опачки! Прямо сейчас при мне из этого кристалла перестало что-то добываться. И давайте проверим. Ага! Вода! Нет, это неинтересно. О, и сразу же продолжил. Ну, нормально! Короче говоря, прямо сейчас мне нужен воздух. Я надеюсь, он его накопит и всё будет чики-пуки. Как вы понимаете, в этой системе тоже не без проблем. Дело в том, что этот извлекатель не работает почему-то на вот этот кристалл. То есть, вообще, постоянно он забирает только вот отсюда, отсюда и ещё раз отсюда. Но мы знаем то, что вот в этом кристалле у нас что есть? У нас есть огонь и земля. В принципе, пока что они мне не нужны. А так как из этого кристалла, в который мы сейчас заглянуть не можем, забирается только вода и воздух, мы можем предположить, что там сейчас вода и воздух. Логично, да? Опа! Нет, смотрите, здесь и огонь тоже добывается. Ну, ладно. О, он перестал добывать и он сейчас сам продолжит? Или всё-таки мне нужно сначала забрать вот эту эссенцию? Судя по всему, эссенцию всё же надо самому забирать, потому что иначе ничего не будет работать. И вот он снова продолжил. Как же обидно то, что сейчас я могу сделать себе 4 и не воздушного топлива, а всего лишь водного. Ну, ладно, давайте посмотрим, что... О, подождите, целых 8 штук! Как-то я на самом деле сразу даже проглядел, и мы можем сделать водный фокусировщик. Только я не помню, что из него можно сделать. Воу-воу-воу-воу-воу, да ладно, вы только посмотрите, как эти посохи называются. И здесь как раз-таки понадобится этот водный фокусировщик. Во-первых, посох биомов. Что я такой сказал? А потом такой на второй посох перевёл и такой, ничего себе, сборщик клеток с монстрами, здесь такой есть, ни хрена себе, не особо интересно. В общем, идём дальше. Бутыль магической воды. Хммм, наверное, какая-нибудь просто бесконечная вода, далее магическая свинина, палец Мороза, элементальный талисман, элементальный талисман, элементальный талисман, короче, я не знаю, что всё это делается, но типа, есть и есть. Самое главное это то, что сейчас мне нужна не вода, а грёбаный, мать его, воздух! Фух, ладно, всё, давайте немножко успокоимся. Прямо сейчас я хочу также посмотреть, сколько у меня двойного сжатого булыжника. 300 штук. Это получается 2700 обычного сжатого булыжника. А так как у меня уже есть 2827 здесь, мы 2800 приплюсовываем к 2700 и получаем 5500. Получается, прямо сейчас мне осталось накопить ещё 4000 сжатого булыжника, обычного сжатого, и всё, я могу сделать себе портал в глубокую темноту. Ну или точнее просто свиток бедрокия. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не, не понадобится там никакой свиток бедрокия, то есть да, просто 85 тысяч обычного булыжника нужно накопить, и всё будет хорошо. Как обычно, я не смотрел никаких гайдов по этой темноте, следовательно, для меня это будет первый опыт, и, наверное, это будет интересно. Точно так же, как и Хаана, то есть измерение ветра. Фух, ладно, что-то я здесь размечтался, а вы, наверное, уже понемногу начинаете понимать то, что серия подходит к концу. Что я могу вам сказать? Я надеюсь то, что серия вам понравилась. Ребята, вы же ещё не уходите, да? О-о-о, подождите, мне надо срочно вам сказать то, что, знаете, ваши лайки дико мотивируют, поэтому если вы сейчас это сделаете, спасибо вам огромное. Так же мега огромное спасибо, если вы уже поставили лайк, например, в начале серии или в середине серии, такие подумали, ну блин, круто, поставлю-ка я лайк. Ну и опять же спасибо большое, если вы сделали это сейчас, например, хотя бы чисто из этих слов, тоже хорошо. Вот, как-то так, и короче говоря, если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвольте друзей, а с вами были продвинутые фотовольтовые ячейки и Лолошка, всем удачи, всем пока, пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok